Всем привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Даша, и сегодня я купила денежное мыло. Вы очень долго просили меня в комментариях, я вам уже рассказывала, что для меня это была полная жесть заказывать это долбанное денежное мыло. Да, ребята, я, к сожалению, живу не в России, а, может, и, к счастью, я живу в Украине, и у меня это денежное мыло. Попробуй вообще фиг найди, если честно вам сказать. Слушайте, сегодня я заказала 10 штук. Ребят, почему только 10? Почему не 50, не 100, не 200? Да потому что я охренела, когда узнала на него цену. Вы представляете, вот этот вот один маленький, маленький кусочек денежного мыла стоит 400 гривен. Ребят, 400 гривен это 1200 рублей. Вы вообще представляете, на это все мыло я потратила 4000. 4000 на мыло. Мне кажется, в моей жизни не было глупее еще покупки, чем это мыло. Ну, не считая лизунов, конечно же. Но, ребят, я, если честно, уже начну заговариваться, потому что я очень сильно переживаю. Как бы сейчас его распаковывать и понимать уже сразу, окупаешься ты или нет, это очень и очень тяжело. Давайте, наверное, затягивать не будем и будем приступать к отрезанию мыла. Ребята, все вы знаете, что я распаковала очень много разных коробок, таких как Apple Box, Mystery Boxes, eBay. Но вы себе не можете представить, насколько тяжело их купить, но еще тяжелее доставить их к себе в страну. Но теперь это в прошлом. Потому что я нашла сайт Vector. Это лучшая служба доставки из США и Китая в Украину. Как и авиадоставкой, так и морем. Те люди, которые хоть раз сталкивались с шоппингом за рубежом, знают, что за каждый килограмм вашей посылки вам нужно платить деньги. И у компании Vector самые низкие тарифы. 7,5 долларов за килограмм авиаперелетом и 3,5 доллара за килограмм это море. И, ребята, уж поверьте, это самая низкая цена. Плюс в это все ходит доставка курьера, который принесет вашу посылку прямо к вам под дверь. Если вы по любым причинам не можете сами купить себе товар, к примеру, с таких магазинов, как Adidas, Nike, eBay, Taobao, Apple и так далее, тогда профессионалы из компании Vector сделают это вместо вас. У вас, наверное, возникает вопрос, как это все работает. Ребят, смотрите, вы выбираете товар, оформляете доставку, ваша посылочка приходит на склад компании Vector. Компания Vector отправляет вашу посылку к вам в страну, а все, что остается сделать вам, так это ее получить. В общем, ребята, тема действительно крутая. Кому это интересно, либо кто уже заказывал товары из Китая, из США и до сих пор вы не знаете о компании Vector, мой вам совет. Ссылочку на сайт я оставляю в описании. Что хотела вам еще сказать. Ребят, в общем, на каждом кусочке мыла написано, что же мне должно попасться. Чтобы вы понимали, здесь не написано ни 10 гривен, ни 20 гривен, даже не 2 по 20. Что удивительно, здесь 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Вот так вот выглядит это денежное мыло. Мне, в общем-то, писали, что оно еще все с разными запахами, мужское, мужское, мужское и женское, ребят. Но, если честно, это меня мало волнует. Больше меня волнует все уже, какая же купюра мне попадется. Блин, я что-то так переживаю, что прям меня сейчас, короче, немножко трусит. Ладно, давайте отложим все это прекрасное. Может быть и не прекрасное, а может и вообще ни разу не окупится мыло. И будем с вами распаковывать на мыль на миллион. Ну, дай бог, сегодня у меня тут будет миллион. Конечно, миллионы тут не попадаются, но хотя бы 1000 гривен мне хочется. Ребят, ну, в общем-то, как-то так. Вот так вот выглядит мыло. Я не знаю, как вы считаете, внушительно или нет? Мне кажется, 400 гривен оно не стоит. Ну, как-то уж слишком. Так, ну, достаем мыло. Давайте я вам положу его еще раз, покажу. Вот так вот оно выглядит. И у меня здесь, короче, мне кажется, у меня тут сено на 400 гривен накидано больше, чем самого мыла. Ну, пахнет вкусно. Вот врать не буду. Как пахнет, мне нравится. Закрываем. Ребят, честно, я никогда не резала мыло. Вы представляете вообще? Но я в ютубе смотрю за лепашки, как резать мыло. Надеюсь, у меня хотя бы что-то получится. Я надеюсь, вам будет видно. Вы просто посмотрите на мои руки. Они уже все грязные в этом мыле. Ну, ладно. Я вижу, понял, как типа его как заливали. Первую часть и вторую вот посредине. Давайте будем пробовать. Я хочу как-то... Офигеть, оно так плавно режется, ребята. Так, самое главное мне не порезать купюру, потому что это будет прям... Ого. Есть. Так. Ну, это на самом деле тяжелее, чем мне казалось. Я вам хочу сказать. Офигеть, оно такое маленькое. Ребят, с лизунами все было нам... Как мне отсюда достать купюру? С лизунами все было намного проще. У меня уже все руки мыли, и мне хочется почесать глаз. Как мне ее достать отсюда? Это вообще реально. Ребята, вы просто посмотрите. Блин, ну пахнет, конечно, изрядно, но вот как? Ну вот что? Ну вот зачем она настолько маленькая? Так, я буду пытаться максимально аккуратно. Я уже почувствовала, что я порезала купюру. Охренеть, ну вот просто как ее открывать? Подождите секунду. Контакт получился. Вы уже видите? Вы уже видите? Вы уже видите? Вы еще не видите? Ну что я вам хочу сказать? У нас первая добыча в 200 гривен. Ребята, это довольно-таки неплохо. У меня уже все руки грязные. Это вообще жесть. Давайте сейчас вам ее размотаю. Сначала я сюда покажу. Это жесть, как они ее так замотали. Вот моя купюра, ребят. 200 гривен мыло стоило 400. Половину я окупилась. Но это мы не будем считать доставки. Как бы, да? Блин, я не ожидала, что она будет настолько маленькая. Вот этот тубус, это пипец. Как его можно было туда замотать? Первая добыча у нас есть. Мы ее положим сюда. Она еще так скручивается обратно в гусеницу. Мыло я себе тоже оставлю. Оно пахнет довольно-таки неплохо. И берем следующее. Ну, 200 гривен, начало неплохое. Открываем следующее. Достаем, кладем, закрываем. Реально, тут больше сена, мне кажется, на 400 гривен. И давайте аккуратненько мыло резать. Блин, это так прикольно. Это вообще так залипательно. Я хочу еще. Короче, мне Максим подкинул идею резать его посредине. Давайте попробуем. Только это нужно делать максимально аккуратно, чтобы мы с вами не задели саму купюру. Ну, я вам хочу сказать, это получилось. Давайте достанем. Ну как вот этот маленький тубусик вообще? Как его открывать? Ребят, ну что? Будем вскрывать. Будем смотреть на следующую купюру. Ох, я не могла сначала понять, что это за купюра. Я сейчас поняла. Слава богу, потому что у меня чуть сердце не стало. Честно говоря. И это 50 гривен. Ну, пока, ребята, нас не обманывают. Пока, в принципе, ни 10, ни 20 гривен мне не попалось. Мне попался вот такой вот полтосик. Если честно, это не сильно радует, потому что я что-то пока в минус жесткий ухожу, мне кажется. Максим мне полотенечко тут принес. Спасибо большое, потому что руки реально пипец какие жирные, пипец какие грязные. Зато мои ручки пахнут вкусно. Если что, хотя бы этому мылу можно будет найти применение. Давайте следующее. Ребята, я понимаю, что нужно быть как-то азартнее, но я думаю, вы видите прекрасно, как у меня это мыло открывается. Потому что это реально тяжело. Ребят, мне кажется, видос будет максимально долгим. О, слушайте, было уже побыстрее. Уже начинаем проходить к цели. Я не знаю, как там блогеры распаковывают его аккуратно. Ребят, это не про меня. Я думаю, чтобы вы сразу понимали. Ну все, давайте открывать купюрку. Когда у тебя жирные руки в мыле, ты хрен, у тебя это получится вообще. И это... Сейчас, подождите. Я ее порезала. И это 100 гривен. Ну если честно, ребят, ну как бы, если что, я тут собиралась окупаться. Я, если честно, жду тысячу. Мне уже жалко свое полотенце, но меня радует, что это хотя бы мыло. Максим еще принес мое любимое розовое полотенце, которое мне жалко. Ну ладно, ничего страшного. Я его не предупреждала об этом. Такое принес, такое принес. Берем следующее мыло. Конечно, тут Максиму нужно было садиться в помощники, потому что мне тут очень тяжело одной. У меня должно все получиться. Видели, как вообще все просто было в этот раз? Я уже потихоньку, потихоньку... Вот к десятому мылу я буду открывать идеально, мне кажется. И теперь самая тяжелая купюра. Если кто-то меня смотрит, кто делает вообще такое мыло. Ребят, вот серьезно. Вот просто берете зип-пакет. Вот я не знаю, возьмите идею, как делали люди. Лизуны продавали зип-пакет. Это реально было пипец как удобно для нас, для блогеров. Потому что вот эти вот маленькие открывашки, при том, что я уже себе весь стол пошарпала, это вообще, конечно... Ну все, я вам хочу сказать, что купюре жопа, потому что я ее порезала. Потому что нереально, мне кажется, сохранить ее целой. Я вижу, что тут за купюра, но пока вам говорить не буду, пока я ее полноценно не достану. И это вообще какой-то капец. Мне кажется, это полное издевательство надо мной. Над моими нервами уходит. И у меня здесь, ребята, полтос, который я благополучно порвала. Вот посмотрите на этот полтинник, который нереально было просто отрезать. Ну, я уверена, что в банке такую купюру у меня примут, если что. Так что полтинничек, в принципе, считается. Ну что я вам хочу сказать, по-моему, вообще не густо, ребят. По итогу мы с вами распаковали 4 мыла и отбили 400 гривен. То есть я отбила только одно мыло. Одно! Берем следующее мыло. Что-то у меня вообще разочарование. Я уже пошарпала себе весь стол, пошарпала себе все ногти, порезала одну купюру. Ну как так жить вообще, ребят? Ребят, я не представляю, вот как его можно аккуратно доставать. Ой. Один минус у нас уже есть. Достаем его с пола. Мне надо максимально, максимально аккуратно, приаккуратно ее отсюда достать. Мне попалось 200 гривен. Ну я думаю, вы понимаете, что я ушла уже в конкретный минус, поэтому лайков буду просить действительно изрядно много. Собирайте 50 тысяч лайков, 50 тысяч лайков, и только тогда я закажу еще денежного мыла. И я закажу, давайте, 50 штук. Либо же 50, либо же 100. Мы уже с вами обсудим это, если что, у меня в Инстаграме, как только вы соберете 50 тысяч лайков. Открываем следующее мыло. Я, если честно, до сих пор жду свою тысячную, ну е-мое. Я уже не зря это все заказывала, ребят. Пока что-то проверка проходит так себе, если честно, потому что меня пока купюры не радуют, да? Я думаю, вы сами это понимаете, вы сами это видите. И насколько тяжело открывается мыло, меня это тоже раздражает, потому что мне, конечно же, хочется это все делать побыстрее, чтобы не затягивать особо видео. Что, ребят, будем тянуть интригу? Нет. А прикинь, подоставать все штучки и выложить. А вы будете ждать, да, что мне попадется. Ладно, ладно, я же не такая злюка. Чуть аккуратненько так будем пытаться. Первый порез, у меня уже идет кровь, а я все пытаюсь достать эту купюру. Я, честно, я вам клянусь, я думала все намного проще, но я уже сама задолбалась, я уже просто дико злюсь. Видели, что у меня за купюра? Показывать вам, показывать, показывать, показывать. А мне попалось 200 гривен, как бы, да. Не густо, но и не мало, я вам хочу сказать. Плюс с меня капает кровь. Давайте приходить к следующему мылу, мне больно, но я жду своих денежек, я жду, когда я куплюсь кровь, пожалуйста, остановись. Так, давайте, следующее мыло. Давайте, 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 я хочу что-то посерьезнее. Ну, ты капец, оно еще и тут так... Ребята, я не могу так снимать, подождите. Сейчас мне принесут лейкопластырь, и мы продолжим. Ты уже не знала. Неси, я уже не могу, я уже столбись в крови. А где пластырь? Там где таблетки. Смотри. А где таблетки? Ну что, на мне лейкопластырь, а я продолжаю, ребят. Пожалуйста, поставьте моему больному пальчику лайк, я вас очень сильно прошу. Я придумала, я, походу, придумала. Я, короче, буду отрезать, наверное, один край, потом отрезать второй. Как-то ее проталкивать туда. О, гениально, представляете, это получилось? Ребята, 500 гривен. Если что, я не подлаживала, вот, она закрученная. Она скручивается, если ее положить, вот она. Ребят, 500 гривен. Ну, как бы 500 гривен, я не окупаюсь вообще. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо, но у меня порезанный палец. 500 гривен меня вообще пока не радует. Мне даже обидно, пипец. Вы посмотрите вообще, что творится. Ладно, хорошо, хоть у меня получилось сейчас с ножницами открыть. У меня вымазаны все штаны, у меня весь пол в крови. Это вообще жесть, ребят, что за распаковка такая. Следующее мыло достаем. Ой, почему придумали именно мыло? Вот почему именно мыло? Неужели нельзя придумать было что-то попроще? Ой, ножницами собралось. Потому что, ну, действительно, ну, как-то это уж слишком тяжело. Это слишком долго, муторно. Кстати, никакой разницы, знаете, типа, я не заметила. Ну, то есть, везде одинаковые черненькие вот эти вот штучки. Мыло, в принципе, там, как-то залито. Везде одинаково. Так что, ну, что я вам хочу сказать. Если честно, я ее даже развернуть не могу нормально, потому что она настолько скрученная. Короче, мне попалось 100 гривен. Ну, типа, 100 гривен, серьезно. Блин, нахрена я его купила вообще? Я уже, честно, я уже злая. Я не хочу даже ничего говорить. Давайте, короче, будем заканчивать. Последнее мыло будем уже дорезать. Давайте, короче, сделаем проще. Мы возьмем это мыло, мы возьмем это мыло, последние два, да, надрежем их полностью, достанем, и потом уже я буду вас интриговать. Мне кажется, так будет проще, плюс видосик, я так понимаю, что затягивается. Нужно как-то немножко быстрее, если вы кушаете, приятного аппетита. А если вы моете руки, я могу подогнать мыло. Я заказала 10 штук. Мне, получается, ни разу не попалось 1000, да? Да, мне ни разу не попалось 1000. То есть мы с вами будем ждать 1000. Я откладываю вот этот вот, я даже не знаю, как это назвать. Это что-то, это похоже, как, знаете, как бабочки вот это вот рождаются. Какие-то коконы такие маленькие, вот серьезно. Ее очень тяжело достать, очень. Я вам хочу сказать, я не знаю, почему-то, вот у меня какая-то чуйка. Мне кажется, что все-таки тысячные купюры мне подложат. Типа, знаете, а давайте ей подложим хотя бы 1000, чтобы она у нас еще потом заказала мыло. Вот типа такого. Но, кстати, тоже может быть не факт. Я сейчас хочу понадрезать. Я думаю, вы уже поняли, да, что я хочу. Я хочу понадрезать и ту, и ту. И будем с вами смотреть. И что я вам хочу сказать, дорогие мои подписчики. Так, первое, не покупайте денежное мыло, не тратьте деньги зря. А второе, ну-ка давайте, лево-право, 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 давайте вот эту, короче, ладно. И здесь у меня попалась купюра. Ребят, у меня получилось. И тут у меня был вот такой вот полтосик. Ради этого полтоса мне пришлось попробовать мыло на вкус. И давайте я вам покажу последнюю купюру. Это большая купюра. Но она не такая большая, как бы мне хотелось, конечно. Ребят, мне попалось 500 гривен. И это была последняя купюра. Последняя купюра на сегодня. И сейчас я посчитаю, тут считать особо нечего. Но сейчас я посчитаю и вам скажу итог. Тысячу девятьсот пятьдесят гривен. Ну что я вам хочу сказать, дорогие мои подписчики. Еще раз вам повторяюсь, не покупайте денежное мыло. Ну потому что это глупость, как-то знаете ли, если честно. Купить кому-то на подарок, на прикол, нормально. Но, как вы видите, потратив четыре тысячи гривен, я окупила почти половину. Мне не хватило пятидесяти гривен, чтобы окупить половину. Но и что не сделаешь ради видео. Ради интересного, действительно прикольного видео. Мыло, конечно же, тоже плюс можно оставить себе. Но, если честно, таким ошметкам, я думаю, не очень приятно будет мылить руки. Ну, это уже, как бы, да, мои проблемы. Ребят, вам спасибо за просмотр. Мы же собираем пятьдесят тысяч лайков, если вы хотите, чтобы я купила сто кусков денежного мыла. Наверное, мне придется это все-таки сделать, если вы соберете лайки, потому что, ну, нереально интересно. Как бы, неплохо. Неплохо, но и нехорошо. Все, всем спасибо за просмотр, ребята. Увидимся с вами в следующем ролике. А я пойду отмывать руки. Отмыла сегодня деньги. Ну, если честно, у меня прям башка не варит, потому что, насколько сильно меня бесило отрывать эти мыла, вот эти вот штучки, вот эти вот хрени, это, ну, это полная жесть, на мое мнение. Все, всем спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Всех люблю, целую. От Паши шоу привет, от Максима тоже. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok